Ты последняя надежда света. Я уничтожил целые миры. Ты не достоин встречи со мной. Орикс, одержимый король. Один из главных врагов человечества и всего света. Отец Кроты, убийца червебога Акки. В первой части Destiny этому персонажу посвящен целый аддон The Taken King. В сиквеле Орикс лишь упоминается, а поэтому многие игроки могут не знать о том, насколько этот антагонист важен в лоре Destiny. Его влияние до сих пор распространяется на нашу вселенную. Мои дорогие сестры, мне понадобилось целых два года. Четверть нашей жизни. Но я наконец нашла ответ. Мы не с фундамента. Наши бредки бежали сюда, искав спасения. Миллионы лет назад раса под названием Прота-Улей населяла огромную газовую планету Фундамент. Но эта планета не была для них родной. Родная планета Прота-Улья врезалась в фундамент и разрушилась, оставив лишь фрагмент. Осмиевый двор, который дрейфовал по бесконечному океану. Раса Прота-Улья искала спасения, но она была далеко не единственной. Одна из соседних рас, пожиратели гелия, которые были очень похожи на Прота-Улей, совершали постоянные налеты. В один момент это противостояние достигло своего эпицентра, и многие факторы сыграли против представителей Прота-Улья. К сожалению, для Прота-Улья их жизнь была скоротечной, всего 10 фундаментовских лет. У этой расы был свой правитель, которого называли королем Осмия. У него было три дочери – Сатона, Зиро и Аураж. Король предрекал Сизигию, сопряжение 52 лун-системы, которая уничтожила бы все расы на фундаменте. Разумеется, об этом предсказании знали его дочери, но они были далеко не последними. Таокс, учительница дочерей короля, решила, что их правитель сошел с ума, предсказывая Сизигию. В дочерях она видела лишь слабых приматов, которые будут неспособны выжить и ввести Прота-Улей. Таокс заключила союз с пожирателями Гелия, которые совершили нападение на владение Осмия и убили короля. У Осмелого короля есть три наследницы, каждая двух лет от роду. Зиро, младшая и самая храбрая, хочет стать рыцарем. Сатуана, самая умная, хочет стать матерью. Аураж, дитя-навигатор, которая мечтает о бескрайнем океане. Завтра она вернется с Вальфрамовых монолитов. Но ни одна из них не достойна быть наследником. Ни одна не сможет защитить Осмиевый двор от ужасного фундамента. Зиро может сражаться, но не возглавлять. Сатана может думать, но не сражаться. Любопытство Аураж будет отвлекать ее от обязанностей. Я боюсь за всех будущих детей. Скоро король Осни запрется в королевском планетарии, чтобы изучать луны. Соберите своих рыцарей, о пожиратели гения, и захватите наш континент. Убейте трех наследниц. Я буду править Осниевым двором, как ваш регент, и строить для вас двигатели. Владения короля были разрушены, но дочери при этом смогли сбежать. Жажда мести захлестнула их, и на своей крови они поклялись отомстить Таокс за это предательство. Я Зиро, младшая дочь мертвого короля. Я верну мой Осниевый двор и убью предательницу Таокс. Своим левым глазом я клянусь отомстить. Я Сатана, средняя дочь мертвого короля. Я верну свой дом и взращу свое потомство на трупе короля Гелия. Своим правым глазом я обещаю это. Я, Аураж, первая дочь мертвого короля. Я прислушаюсь к последнему предупреждению отца. Я узнаю, что изменило движение Лу. Если грядет конец мира, я пойму почему. Своим средним глазом я клянусь. Я пойму. В то время как Зиро думала только о мести, а Сатана о потомстве, Аураж возвращалась к пророчеству своего отца. Наша цивилизация дрейфует на фундаменте. На вольфрамовых монолитах я узнал, что тысячи других особей дрейфуют вместе с нами, сосуществуя на огромном мировом океане. И приливы фундамента передвигают нас всех. Робкая истина говорит, что мы самые маленькие и хрупкие живые существа. Естественная добыча Вселенной. Таукс уверяла нас, что наши предки приливали на фундамент, чтобы спрятаться от голодной пустоты. Мой отец умер в страхе, но он боялся не подлой Таукс или пожирателей Келия, а его планетария. Он кричал мне, Аураж, моя первая дочь, лунны другие, законы нарушены. И он сделал знак Сизики. Представьте 52 лунные фундаменты, которые выстрелились в линию. Представьте, как их гравитация тянет море фундамента, поднимая его огромным выпуклым пузырем. Представьте, как эта выпуклость падает, когда Сизиния проходит. Волна достаточно огромная, чтобы подглядеть цивилизации. Божественная волна. Я обязан найти способ остановить это, прежде чем божественная волна уничтожит мой вид. Если бы только я могла вернуться в планетарий отца, я бы узнал точно когда. Все это время сестры скитались на корабле Игле по ядовитому океану, полному ужасов и тайн. Игла это серый корабль, длинный и тонкий, как надежда, неразрушимый, как время, и старый, старше самой смерти. У дочерей короля были разные планы по своему выживанию. Зиро хотела продать корабль, чтобы заплатить наемникам и отомстить Таокс. Но Сатона дала знать своей сестре, что корабль ничего не стоит. Аураж хотела подробнее изучить корабль и выяснить, можно ли им свободно управлять. Как позже выяснилось, можно. Только звезды приманки Зиро позволили нам спешать. Только уловки Сатурны позволили нам достичь берега. Но теперь, когда у нас мой корабль, я должна прокладывать путь. Я навигатор. Сестры были связаны одной клятвой, но разными целями. Два года дочери короля ремонтировали корабль и еще целый год были в плаве. Стало ясно, что выжить будет крайне сложно, учитывая то, что Сизигия была крайне близко. В один момент старшая сестра Аураж решила, что у них есть выход из сложившейся ситуации, что они могут найти свою судьбу. Мы трое погибнем здесь в изгнании. Таукс нас переживет. И Аураж, яркоглазая Аураж, ты умрешь от старости задолго до того, как сможешь доказать существование божественной волны или как-то остановить ее. Хотела бы я, чтобы ты была не такой честной. А Аураж подумала, что Сатана никогда не ошибалась. В душе Аураж знала, что единственный способ сдержать их клятву найти великий мощный секрет. Секрет, который мог изменить все. Желание прорезать боковину мира и найти его бьющееся сердце было в ее душе. Было ее огнем и тенью. Нам нужно погрузиться, сказала Аураж. Вот для чего построен этот корабль. Погружение в фундамент, в мир под нами, навстречу ядру. И они погрузились. Аураж, Сатана и Зеро. Они помнили свою клятву и свои цели. Зеро пылала яростью, а Аураж хотела спастись от Сизигии. В океане они встретили некое существо, которое дало знать, что они должны немедленно остановиться. И огромный Левиафан навис над ними. Его лоб огромен, как все континенты их детства. Его массив плавников искрится молниями его жизни. Его голос резонировал в корпус корабля микроволнами. Вы должны повернуть назад. Спасите себя от бездны. Спасите мир от самих себя. Вы должны повернуть назад. Левиафан это древнее существо, которое служило страннику и охраняло заточенных в глубинах фундамента червебогов. Да, тех самых. Левиафан пытался не допустить дочери короля к ним и к бездне. Но уже ничего не могло остановить сестер. Старый Левиафан мифическое существо. Этот мир не убежище. Наши жизни коротки и трудны. Мы умираем во тьме. Шторм над нами никогда не утихнет. И скоро божественная волна заберет нас всех. Над нами лишь иторновики, монстры и луны апокалипсиса. Позволь нам идти дальше, вглубь, где мы найдем правду и силу отомстить за нас, нашим предателям, надежду на спасение. Ты огроменный Старый. Наши жизни коротки и безнадежны. Если это то, каким должен быть мир, мне он не нужен. Если такие, как Таукс, должны побеждать, я им не позволю. Я буду мучить этот мир, пока он не изменится. Я убью все на своем пути. Сестры, со мной фамильяр моего отца. Смотрите, он отвечает мне понятными словами. Он помог мне найти этот корабль. Он придает мне сил, когда надежда мертва. Кому вы доверитесь? Голосу, что говорит нам жить и страдать, как мы жили и страдали. левиафану, не дающему никаких надежд против таокса или всемирной волны, или понятному, честному червю. Так посмотрим же, куда его шобот приведет нас, о, раши. Позволь нам идти глубже, зиро. Погрузимся же, о, сестры мои. Сестры продолжили погружаться и достигли своей цели, червебогов. Ты, Аураж, населительница друна Осмия. Ты стоишь на оголенном корпусе древнего корабля. Ты стоишь открытая сокрушающему давлению и беспощадному шару глубин фундамента. Это должно уничтожить тебя. Лишь по моей воле ты еще жива. Я Ю Честный Червь. Узри мой путь. Узри мое бескрайнее развертывание. Мою ужасную мощь. Мою огромную кольчатую длину. Мои сложные челюсти и свернутые крылья. Узри роящиеся города в симбиозе с моей плотью. Я плодотворитель, Аураж. Я в начале и в конце жизни. Узри Эйра и Зола и Ура и Акку целомудренных червей. Посмотрите на нас и знайте мы есть Бог. Миллионы лет мы были заключены в бездне. Из-за далеких звезд мы призвали жизнь к фундаменту. Так чтобы она могла бороться против умирания. Тысячелетия мы ждали вас. Наши прекрасные носители. Против вас стоят жестокий Левиафан и все силы небес. Они бросят вас во тьму. Они выстроили свои луны так, чтобы утопить вас. В страхе перед вашими возможностями. мы хотим помочь вам, принца. Мы предлагаем каждой из вас сделку. Симбиоз. Примите свои тела наших детей, наших новорожденных личинок. От них вы получите бессмертие. От них вы получите власть над вашей хрупкой плотью. Власть менять ее по своей воле. И найдивы несовершенства в мире, несправедливости или неудобства. У вас будет сила изменить это. Ни один закон не сдержит вас. Мы просим лишь об одном замен у принца. Вы должны вечно подчиняться своей природе. В своем бессмертии, лураш, ты никогда не остановишься в исследовании и розоветке во имя твоих детей. В своем бессмертии, зиру, ты никогда не прекратишь испытывать свою силу. В своем бессмертии, Сатана, ты никогда не оставишь хитрость. Если же будет наоборот, ваш червь поглотит вас. Как растет ваша сила, о, принцы, так вслед растет и обетит червя. Но мы предлагаем вечную жизнь, аллаш. Мы даем вам шанс на вселенную. Вы откажете своему народу в вечности. Прикоснись ко мне. Позволь моей плоти стать твоим причащением. Именно отсюда и начинается история Орикса. Дочери короля Осмия приняли предложение червебогов и их личинки. Сатана переродившись стала Саватун, богом обмана и хитрости. Зиро стала рыцарем Зиву Арат, богом войны. А Аураж стала королем Ориксом, сменив свой пол. Новоиспеченные боги Улья вернулись к своему народу и предложили симбиоз в качестве спасения от недолголетия и грядущей Сизиги. Многие соглашались, остальные были истреблены. Если кто-либо откажется от симбиоза с нашими детьми, сделайте из них пример остальным. Могучая волна идет за нами всеми. Они умрут в любом случае. Спасите только то, что может быть спасено. Червь дает тебе власть на твоей собственной плотью, Аураж. Раз ты приняла свою королевскую випостась, какое взрослое имя ты возьмешь? Орикс, что значит длинная мысль? Мы одобряли. Между детьми короля Осмия и Таокс шла война. Первые имели лидирующие позиции, а поэтому Таокс пришлось просить помощи у всех остальных рас фундамента. Улей, который заменил прото-улей, смог выдавить Таокс из фундамента. Червебоги оценили ситуацию и решили, что эту планету нужно покинуть. Можно смело сказать, что это был их изначальный план. Саватун нашла катера, которые были пригодны для полета, а Зиву Арат нашла разрыв, который вел к орбите. Улей навсегда покинул фундамент, свой родной мир, который был жесток к ним, но давал шанс на выживание. Симбиоз между Ульем и червебогами подразумевал, что первым предстоит постоянно с кем-то воевать и кого-то уничтожать, чтобы питать своих червей. В ином случае их ждала смерть. Даже лидеров Улья Орикса, Саватун и Зиву Арат. Будучи в космосе, Улей обнаружил совершенно новую для себя расу. Амониты. Такое прозвище дала им Саватун. Это были костлявые шестирукие цифалоподы. К их несчастью, они были готовы дать бежавшей Таокс убежище, а потому у Улья были все причины, чтобы начать полномасштабную войну. Так сложилось, что странник, который располагался в этой системе, был союзником Амонитов, и потому конфликт стал неизбежен. Однако, начало войны прошло не таким образом, как планировали Червебоги и Улей. Это неприемлемо. Вы настолько слабы? Рождены жертвы и обречены умереть в лапах хищника? Недостаточная решимость Орекса привела нас к катастрофе. Флот Амонитов откинул нас назад к шестой луне. И снова мы зарываемся в губь мирового ядра, чтобы выжить саватун. Ты должна вытащить Орекса из его кататонии, заставить его понять, что идеалы мира и стабильности, за которым он цепляется, есть опухоль, жестокое, несправедливое препятствие между нами и справедливым космосом. Звезды это приманки, что небо используют для ослепления своих рабов. Война это естественное исправление неравенства, путь вселенной к достижению равновесия. Зигуарат, ты не можешь сразить аммонитов и Даус в открытом бою. Мы провозглашаем новую тактику. Взрастите свои армии в силе и найдите способ рассеять свое потомство по всем этим многочисленным лунам. Если мы не можем победить их силу, мы поразим их слабости. Улей переломил ход войны и аммонитам пришлось использовать параказуальное оружие, которое нарушало все законы материального мира. Червебоги понимали, что требуется противодействие, а потому Орикс начал осваивать так называемую логику меча по совету червей. Ты больше не связан причинно следственными условиями. Твоя воля побеждает закон. Убей сотни своих детей длинным мечом Орикс и наблюдая за его преображением, наблюдай, как вселенная отстраняется от тебя в ужасе. В момент, когда Улей начал давить на своих соперников, Саватун предала Орикса и убила его. Однако, дух Орикса уцелел. Он впервые оказался в своем тронном мире и узнал, что теперь они, Орикс, Саватун и Зиву Арат, смогут возрождаться в своем тронном мире. Более того, окончательно убить кого-то из Троицы можно было только у личного престола. Иными словами, боги Улья были бессмертны и практически неуязвимы в реальном мире. Они могли претерпеть поражение, умереть, но их возвращение было неизбежным. Раса Аммонитов долго сопротивлялась, но в конце концов была разбита. Оливиафан, который все еще был на фундаменте, был уничтожен. После войны началось то, что приведет Орикса, Саватун и Зиву Арат к величию и силе. Три лидера Улья начали практиковать логику меча. 20 тысяч лет они воевали между собой, пока не оказались готовы для создания своего тронного мира. Орикс назвал свой тронный мир высшей войной, Саватун высшим шабашем, а Зиву Арат заявила, что ее мир там, где есть война. Звучит максимально странно, зачем вести войну друг с другом? Но, как показала логика меча, только так на тот момент можно было набрать силу. Это была война не ненависти и злости, а война ради власти и силы. Уже тогда Орикс стал слугой тьмы и свет был его заклятым врагом. Он решил пойти войной на жизнь, поддержав тем самым идеологию бездны. Но случилось то, что не входило в планы Орикса. Он понял, что червебоги были слишком требовательны, их аппетиты только росли. На тот момент Улей истребил уже 306 миров, чтобы платить эту дань. Ситуация осложнялась тем, что Улей находился в состоянии войны с расой Ойкуменов. Их истребление по версии Саватун помогло бы накормить червей, но соперник был слишком силен. Становилось ясно, что Улей ввел войну на два фронта против Ойкуменов и против симбиоза. Нужно было решать эту проблему хотя бы на одном фронте. Орикс сказал, что он знает выход. Я знаю способ, говорит король Орикс. Но это потребует великой сил. Больше сил, чем есть у кого-либо из нас. Тогда убей меня, сказал Азиву Орад. И использую логику убийства. Силу, которой ты удостоишься после убийства кого-то столь могущественного, как я. Так король Орикс взял свой меч и обезглавил Азиву Орад. И задуши меня, говорит Саватун, держа клинок за своей спиной. Используй логику убийства. Используй коварство, которого ты удостоишься после убийства кого-то столь умного, как я. Но король Орикс, развернувшись со скоростью и мощью Зиву Орад, отсек голову Саватун, не дав ей даже пошевелиться. Король Орикс был первым навигатором, обладающим картой смерти. Те смерти были настоящими, ведь они произошли в мире меча. Затем он отправился к червю по имени Акка. Это коронация Орикса, короля одержимых. Так это случилось. В холодной бездне мира меча король Аураж шел под покровом зеленого пламени. Он шел сквозь небеса, и небеса содрогались и замирали под его стопами. Он шел, пока не нашел Акку, червя тайн, что отрицал истину, пока она не становилась ложью. Акка, мой бог, червь тайн, я, Орикс, единственный король Улья. Я пришел, чтобы узнать тайн. Я хочу обладать сокрытой силой бездны, что ты хранишь. Я не выдаю тайн, сказал Акка, чей голос был загадкой. Да, ты ничего не даешь. Это удел небес. Ты поклоняешься бездне, которая твердит, чтобы мы сами брали нужно. Акка ничего не ответил, ведь если бы он отверг эту истину, она бы могла стать ложью. Но ты дал нам личинок, червь, сказал Орикс. Именно поэтому червь пожирает нас, ведь он был нам дан, а не вся. Потому я должен взять то, что мне нужно тебе, хоть ты мой бог. Акка сказал Это не в твоих силах. Но это было ложью. Орикс убил свою кровную сестру Саватун и кровную сестру Зиву Арат и через логику меча получил их силу. Орикс Первый навигатор набросился с мечом и словами на свое божество и разрубил Акку на куски и забрал из них тайну о том, как воззвать к бездне. Он высек эту тайну на нескольких табличках, которые назвал Скрижали разрушения и повесил их у себя на поясе. Затем Орикс произнес Орикс Орикс Одержимый Король получил силу бездны. После убийства Аки он еще раз поменял свое имя и обрел окончательную форму. Он мог обращать существ, подчиняя их волю. В войне против Ойкуменов он впервые использовал эту новую силу. Сто лет он воевал со своим врагом. Ему не хватало своих сестер, которых он убил ради получения силы. В конце концов Орикс смог воскресить Зиву Арат, так как он совершил акт вечной войны, которой должна была следовать Зиву Арат. Я есть война и войной ты вернул меня к жизни. Позже была воскрешена Саватун, когда Орикс обманом сразил своего врага. Орикс обратился к гнезду Докауа со словами Внемырите мне, зависть к моей кровной сестре Зиву Арат поглощает меня, помогите убить ее. В отчаянии те согласились, но он завел гнездо Докауа в ловушку и они были полностью истреблены. Из их пепла восстала коварная Саватун со словами Я есть обман и обманом ты вернул меня к жизни. Через тысячу лет Ойкумены были истреблены и вопрос кормления червей стал снова актуален. Орикс разработал цепочку кормления. Вы рабы Каждый из вас будет кричать хватать и убивать что может Возьмите смерти столько сколько нужно червел и чуть больше для роста Десятину отдавайте Акалитам что командует вами Вы Акалиты Ведите Ваших рабов в бой Возьмите смертей столько сколько нужно червел и чуть больше для роста и забирайте в сетину у рабов что подчиняются вам Остатки платите рыцарям и колдунам вашим командирам Так вы платите свою дань Вы рыцарь и колдунам Ведите своих последователей в бой Вершите разгрома столько сколько нужно червел и чуть больше для роста и забирайте десятину у ваших последователей Затем возьмите столь много сколько посмеете и используйте на свое усмотрение но если этого будет слишком много ваши соратники убьют вас и заберут это остатки платите верховным которому вы служите верховными станут те из улья кто соберет достаточно дань чтобы войти в преисподние они заплатят десятину тем кто выше них таким образом дань потечет вверх по цепочке чтобы салатун и зиуар и я сам были накормлены великим потоком дани и использовали ее чтобы прокормить наших богов и для познания тайны что скрывает бездна так все черви будут сыты до тех пор пока наш крестовый поход продолжается таков мой закон так высек его я в разрушении аэ это конечно же не все однако заканчивается первое видео с историей Орикса если тебе понравился этот ролик и ты хочешь скорее увидеть продолжение пиши в комментариях ставь лайк подписывайся смотри инфу в описании в общем любыми способами дай знать о своем интересе отдельно хочу поблагодарить подписчиков кто отозвался помочь озвучить это большое видео вы крутые все кто также присылал свои записи со многими из вас я рад буду поработать над следующими роликами ну а пока на этом все с вами была команда канала triple wipe счастливо субтитры субтитры